С раннего утра Касымжимар Тукаеву поступают поздравления от зарубежных коллег. Первым по сообщению о Курдии с убедительной победой на внеочередных президентских выборах поздравил Эмамали Рахмон. Телефонные звонки и телеграммы также поступили от лидеров братских Узбекистана и Кыргызстана, Китая, России и Белоруссии, Азербайджана, Турции и Пакистана. Все они выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном. К слову, поздравляю Тукаева еще с полуночи после объявления результатов «Экзитпол», на оглашении которых кандидат в президенты был со своими сторонниками. Яна Гладкова продолжит. Самый интригующий момент вчерашнего дня. Международный институт региональных исследований «Открытое общество» оглашает результаты «Экзитпола». Страна будто замерла. И вот кульминация Касымжимар Тукаев набрал почти 82,5% голосов. Эмоции на лице дипломатично сдержанного Касымжимар Тукаева не скрыть. Но еще больше радовались члены народной коалиции, от которой он и был выдвинут на выборы. Взяв слово, Тукаев поблагодарил казахстанцев за доверие и тут же обратился к своим сторонникам. Доверие народа – это самая главная ценность. Поэтому я думаю, что мы должны оправдать доверие народа. Как мы все доверяем, мы должны быть доверяем. Это было нечто, что мы сделали хорошо, но мы не должны быть доверяем, но мы не должны быть доверяем. Также Тукаев выразил признательность коалиции за оказанное доверие. В свою очередь, члены штаба поделились своими мнениями о выборах. Что показали эти выборы? Они показали, что наши политические силы могут объединиться, как пять пальцев в кулак. Во-вторых, эта победа показала, что мы вышли сильными из многих испытаний. Это победа народа. Это наша победа. Вам оказал доверие весь наш казахстанский народ. Ваша программа, ваши идеи понравились всем. Нация верит, что реформы состоятся. Говоря о дальнейшей деятельности, Касамжумар Тукаев заявил, что прежде всего для строительства сильного государства необходимо установить справедливость в обществе. Он убежден, что президентские выборы открыли новую политическую эпоху. Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству. С раннего утра Касамжумар Тукаеву поступают поздравления от зарубежных коллег. Ему звонят и присылают телеграммы. Первым Тукаева поздравил президента Джекистана Эмамали Рахмон. Также к нему присоединились лидеры Узбекистана и Кыргызстана, Китая, России и Беларуси. Убежден, что под вашим превосходным руководством ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства. К слову, все главы государств выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном. Яна Гладкова, Астана Таймс.